Первым объектом, который посетил глава города, стала улица Текстильная, где ведутся работы по комплексному благоустройству внутридворовой территории. По плану здесь должно быть восстановлено асфальтовое покрытие, размещены лавочки и детские игровые площадки, установлен бордюрный камень. В рамках рабочей поездки Геннадий Панин встретился с жителями домов улиц Текстильной и Бугрова. В ходе обсуждения были затронуты вопросы по переходу в новую управляющую компанию, спиливанию деревьев и размещению парковочных карманов. Кто-то с пониманием относится к тем работам, которые здесь проводятся, кому-то они доставляют дискомфорт. Вы видите, и конфликт интересов появляется, тех, кому нужны парковки и побольше просят, кому-то это некое раздражение вызывает. Мы пытаемся найти некий компромисс, чтобы максимальному количеству жителей было комфортно. Следующим объектом посещения главы города стала улица Огородная. Здесь выделено 79 земельных участков многодетным семьям. В ходе осмотра был выявлен ряд проблем. Многие участки заболочены. На территории необходимо проложить дорогу. И от меня, и от других глав, в общем-то, эти вопросы были направлены к губернатору. Андрей Юрьевич с пониманием к этому отнесся. И вот поставил задачу главному управлению дорожного хозяйства в ближайшее время сформировать некое предложение, как найти возможность предоставить помощь из-за областного бюджета, в общем-то, муниципалитетам это сделать. Я дал поручение заместителю комитету по управлению имуществом архитектуре для того, чтобы они, в общем-то, быстро проработали и подготовили в правительство. Ну, в общем-то, если найдут средства на реализацию этой программы, то это будет большая нам помощь. Геннадий Панин посетил проезд Парышникова-14, куда глава города выехал, пожалуй, без жительницы. В районе этого дома находится проблемная территория, заровшая деревьями и кустарниками. В результате чего там сложилась небезопасная ситуация. Были случаи нападения на людей. Горожане обратились к главе города с просьбой провести частичную вырубку и установить фонарные столбы. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что это, в общем-то, очень будет для нас обременительно в плане финансовых средств. То есть за средства, которые туда надо потратить, можно несколько дворов сделать благоустройство. Вот поэтому мы будем искать какие-то другие подходы, либо более сокращенные пути для того, чтобы жителям было комфортно пройти, или комплексно осваивать этот участок, поднимать его, то есть отводить воду и, может быть, даже там построить либо какой-нибудь социальный объект, либо жилой дом, ну, той этажности, которая в этом микрорайоне предусмотрена. На улице Козлова Геннадий Панин оценил качество выполнения работ по комплексному благоустройству. Ходом работ я доволен. Да, график тоже исполняется. Были некие переживания у нас где-то на 10 дней позже. Начинались выполнения этих работ. Сегодня идет все по графику. Единственное, хотелось бы, конечно, обратиться к жителям города, чтобы относились к пониманию, к временным неудобствам. Как это говорят, стройка на время, благоустройство навсегда. По договорным отношениям, которые имеются с подрядными организациями, работы по благоустройству планируется завершить до конца сентября.